Дмитрий, спасибо вам, что вы согласились на интервью. И хочется под конец года все-таки начать с того, как бы подвести итог того, сколько военных преступлений Российская Федерация совершила против Украины, сколько она нарушила права человека в Украине. На данный момент зафиксировано военных преступлений в районе 59 тысяч. Открытое уголовное производство, это делают наши правоохранительные органы. В этом списке также и против мирных жителей военных преступлений? Так и есть, против гражданских. Мы их условно разделяем на преступления, которые были совершены в отношении гражданской инфраструктуры, гражданских людей нашей страны и против военнослужащих украинской армии. Я знаю, что тема эта тяжелая, но вы хотя бы немного нам расскажите, о каком характере преступления идет речь? Знаете, я всегда подчеркиваю, что если мы откроем Женевскую конвенцию, то там нет ни одной нормы, которую бы не нарушила Российская Федерация. Если мы откроем любые разделы международного гуманитарного права, там нет ни одного раздела, ни одной нормы, которая бы не нарушила Российская Федерация. Военнослужащие российской армии убивают детей, насилуют женщин и мужчин, разрушают гражданскую инфраструктуру, разрушают детские садики, школы, больницы. Сейчас Украина достаточно часто сидит без света, потому что Российская Федерация разрушает электрическую инфраструктуру. Таким образом, если нет электричества, все же понимают, нет воды, нет газа, нет мобильного телефона, нет возможности даже приготовить элементарно еду. Потому что даже для выпекания хлеба нам необходимо электричество. Что это? Это единственное, на мой взгляд, даже если мы говорим про юридическую составляющую, это военное преступление, которое должно быть определено как геноцид украинского народа. Это должно быть зафиксировано, открыт отдельный международный трибунал. И мне очень хочется, чтобы когда-то на скамье подсудимых в Гааге или еще где-то окажется президент соседнего государства-террориста. Путин. Даже если его не будет уже в живых. Понятно, что возможно он не будет там в живую. Но мы должны осудить те приказы, которые он давал, те, кто выполнял эти приказы, дойти до каждого. Это даже не вопрос нашего государства. Это вопрос, мне кажется, справедливости просто в мире. Дмитрий, вы, возможно, слышали о том, что Госдума страны-оккупанты России в первом чтении уже приняла законопроект о снятии уголовной ответственности за военные преступления на временно оккупированных территориях Украины. По вашему мнению, это что? Это уже просто Россия признает, что она страна-террорист? Да, так и есть. Мне кажется, что Российская Федерация, она уже не стесняется показывать, что для нее международное право это, знаете, какая-то бумажка, которую можно использовать только в определенной комнате, определенным способом. У них нет никакого, знаете, никакого взаимопонимания с общепринятыми, общепринятыми не только правовыми нормами, но и людскими нормами. Россия отдает сигнал своим военным, что вы можете делать все, что хотите с гражданским населением в Украине, и вам за это ничего не будет. То есть официально государство признает, вы убиваете детей, вам ничего не будет, вы насилуете женщин, вам ничего не будет. Вы можете в упор с танка расстрелять здания, где находятся инвалиды и старики, как они это сделали в Мариуполе, и вам ничего не будет. Проблема в другом. Почему до сих пор мировой порядок, который отвечает за систему контроля, систему ответственности против агрессора, почему эта система не срабатывает? Вот, кстати, о международном порядке. Вот вопрос о международном Красном Кресте. После теракта в Еленовке организация показала в большой степени свою неэффективность. Представители организации не допустили до колонии, хотя эта организация чуть ли не единственная, которая сотрудничает с обеими сторонами, и с Украиной, и со стороной оккупантом. По вашему мнению, какая есть альтернатива у этой организации? Она уже существует? По поводу Международного комитета Красного Креста. Действительно, на мой взгляд, я достаточно часто, постоянно их критикую. На мой взгляд, они вообще не используют свой мандат и не требуют от русских выполнения Женевских соглашений, где именно и прописана деятельность Международного комитета Красного Креста. Их не допускают к Еленовке, очень правильно сказали, но при этом их не допускают к другим местам, где Российская Федерация содержит украинских военнопленных и гражданских заложников. Фильтрационные лагеря? Фильтрационные лагеря – это вообще аналог Освенцума современного. И Красный Крест соглашается с тем, что, ну окей, мы не получили гарантии безопасности, и мы туда не едем. Парадокс заключается в том, что, например, в Донецке есть фильтрационный лагерь, мы знаем, где они находятся, он даже не один. Есть Донецкое СИЗО, где содержатся военнопленные и гражданские Украины, гражданские заложники. При этом в самом Донецке работает миссия Международного комитета Красного Креста. Занимается какой-то активностью, привозит какие-то продуктовые наборы. Честь им и хвала. Они защищают гражданское население, это в том числе их мандат. Но как потом, например, украинскому омбудсману они рассказывают, что мы не получили гарантии безопасности. Я говорю, а какие вы хотите получить гарантии безопасности? Вы же в Донецке работаете, то есть вы можете находиться в любой точке, но в Донецкое СИЗО вы не можете приехать, потому что вас туда не пустят. Поэтому не закрывайтесь за вот этим определением, нам не дают гарантии безопасности. Вас туда не пускают. То есть русские показывают, то плевать мы хотели на Международный комитет Красного Креста. А вы вместо того, чтобы это зафиксировать в своих официальных докладах, опубликовать это на своем сайте, вы знаете как, вы утираетесь, вам плюют в лицо, вы утерлись, сделали вид. Ничего страшного, правильно? Мы от них ничего не требуем, того, чему оба они не могли сделать. Не допускают вас русские, вопросов нет. Скажите об этом. Потому что для всех, когда, знаете, я когда пришел, я прочитал первый отчет Международного комитета Красного Креста. Там было написано, что мы посетили сотни военнопленных, это недостаточно. Мы в очередной раз обращаемся к обеим сторонам конфликта, это прямая их речь, с тем, чтобы представители Международного комитета Красного Креста были допущены. Я говорю, объясните мне, вас Украина не допускает к русским военнопленным? Нет, допускает. Вы не имеете права с ними общаться наедине? Нет, имеем. Русские военнопленные пишут в вашем присутствии письма своим родственникам, вам передают для того, чтобы вы их отправили на территорию Российской Федерации? Да, это все выполняется. Зачитались ли русским их права согласно Женевской конвенции? Да, зачитались. Оказывается ли им достаточно медицинская помощь, обеспечивается питание, вода, то есть вообще весь спектр. Да, ключевая фраза была, Украина в этом отношении показывает позитивный пример. Я говорю, а теперь то, что вы мне сказали. Сопоставьте, что происходит на территории России и временно оккупированной территории Украины. Вы туда приезжаете, вас пускают к украинским военнопленным? Нет. Письма вы имеете право получать? Да, мы получаем, это идет с большой задержкой. Я говорю, не-не-не, в вашем присутствии должны писать украинские военнопленные письма своим родственникам. Это выполняется? Нет. Я говорю, вы видите, в каком состоянии мы возвращаем своих военнопленных? Люди теряют десятки килограммов. Самое большое зафиксированное количество потерянных килограммов 77 за 4 месяца. Я говорю, вы можете себе представить, что с человеком делали, чтобы он потерял 77 килограммов? Меньше всего мы зафиксировали 25. Женщина, Марьяна Мамонова, которая беременная, по возвращению к нам домой, она через 3 дня стала мамой. Родила прекрасную девочку Аню. Вы с ней общались, что даже она, будучи в таком положении, к ней применялись пытки психологического характера, в том числе физического. Вы же по ним должны отдавать себе отчет, что своими действиями вы как бы позволяете Российской Федерации так относиться к украинским военнопленным. Ну то есть парадокс в том, что из-за нежелания меняться международных организаций страдаем мы, страдают граждане Украины. Они или будут меняться под новые реалии, или мы будем искать альтернативу. Да, мы ее ищем. И сказать вам, что она уже найдена, нет. Но, например, мы поднимаем этот вопрос с структурами ООН. У нас есть комитет по запобеганию катуваниям. Это структура ООН. Мы их тоже приглашаем. Я среди амбуцманов обратился официально к своим коллегам о том, что давайте мы создадим альтернативу Международному комитету Красного Креста. Мы это очень серьезно сейчас обсуждаем. У нас в Киев приезжают руководители международных организаций амбуцманов, и они всерьез поднимают этот вопрос. Вопрос создания альтернативы Международному комитету Красному Кресту. Была информация, что в Еленовке оставалось до недавнего времени еще 150 военно-пленных, среди них и гражданские лица. Скажите сейчас, где эти люди находятся? 150 человек мы и фиксируем. Они остаются в Еленовке. Там как военно-пленные, так и гражданские заложники. Остальных большую часть Российская Федерация вывезла небольшими группами по 30-50. Человек, несколько раз они меняют места, они привозят куда-то в Донецк, вывозят на территорию Российской Федерации, в Ростовскую область, в Брянскую область. Везут на территорию Крыма, и потом по новой начинают какое-то передвижение. Опять же, в очередной раз показывают, что плевать они хотели на Женевской конвенции. Потому что там зафиксировано, каждое перемещение военно-пленного сопровождается информированием Международного комитета Красного Креста и родственников, куда перевозят военно-пленные. Они этого совершенно ничего не делают, русские. Делают они это для того, чтобы мы потеряли связь, чтобы мы не получали информацию, где на самом деле находятся наши герои и героини. Они плохо с этим справляются, мы все равно информацию получаем. Как, в принципе, идет продвижение расследования убийств в Еленовке и, в принципе, Организация Объединенных Наций? Как к этому? Какое отношение имеет? Насколько активно помогает? Ну, ООН создала сразу миссию отдельную по ситуации в Еленовке. Они туда не приехали, русские их не пустили. Точно так же, как не пустили Красный Крест, мы для себя все расследование провели. Даже на анализе фото и видеоматериалов, которые были опубликованы самими же русскими, там все понятно. То есть это было, на мой взгляд, это публичная казнь украинских военнопленных. Потому что никакого обстрела не было. Характер жертв дает 99% уверенность в том, что это был подорван снаряд внутри, взрывное устройство, которое дает очень большую температуру. Это ключевое. Потому что когда прилетает снаряд Грады или Хаймарсы, как они рассказывали, что туда прилетел Хаймарс, в надежде, знаете, дискредитировать международную военную помощь, которую предоставляют Украине, то характер ран — это рваные. Дают очень много осколков, и осколки наносят рваные раны. А там было четко видно, как тела обуглены. То есть это очень большая температура. То, что взорвали внутри. Конечно, русские делают все, чтобы мы официально никогда не получили доступ к Еленовке. Это произойдет тогда, когда мы освободим Еленовку. Институт изучения войны написал, что, в принципе, наблюдаются. Да, и без этого института, мы видим, наблюдается очень активный обмен военнопленными. По мнению этого института, обмен происходит потому, что в информационном пространстве страны-оккупанта было недовольство по поводу того, по поводу предварительных наудач договориться о возвращении российских военнопленных. Вы считаете, в чем причина? Да, мы вышли на какую-то системность. В этом принимает участие вся команда координационного штаба с поводжения с военнопленными. Это орган, который создан из представителей разных центральных органов, исполнительной власти, разведывательных органов. Туда вхожу я, входит, кроме меня, мой представитель в сфере безопасности. Так вот, вся команда координационного штаба. Этим вопросом в каждодневном режиме занимается президент Владимир Александрович Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак. Наверное, мы смогли обеспечить так, что в том числе и российская сторона была заинтересована в возврате своих военнослужащих российской армии. Поэтому, да, мы вышли на системность. Каждую неделю у нас происходят обмены. После преступлений российской армии в Буче, Ирпене, Гастомеле, Изюме, Мариуполе, Бородянке казалось уже просто нас ничем не шокировать и ничто так больно уже сделать не может украинцам. Но тут, после освобождения Херсона, вы публикуете информацию, что там нашли опыточное для детей. Скажите, вообще в какой вселенной, в каком пространстве ребенок может быть угрозой для военного? Если это ребенок украинец и военнослужащая русской армии, они воспринимают даже наших детей как потенциальную угрозу. Да, нами зафиксированы факты, когда в одной из пыточных на территории Херсона содержались дети и в том числе к ним применялись пытки. Публично я могу сказать сейчас об одном ребенке. По всем остальным мы проводим процессуальные действия. Парень, ему 14 лет, он 10 дней пребывал в одной из камер, в одной из пыточных. Все началось с того, что он со своим дядей, кстати, дядя инвалид третьей группы, у него нет одной почки и проблемы с сердцем. Они сфотографировали разбитую русскую технику. Это вся была их вина. Причем у парня не было мобильного телефона. Мобильный телефон был только у дяди. Подъехали русские военнослужащие, они были в форме, у них были шевроны русской армии. Они сразу избили и парня, и одного, и второго. Завязали глаза, завязали руки, бросили в автомобиль и отвезли в город Херсон. Бросили, сам парень находился в помещении душевой, там находилось 13 человек, то есть очень холодно, то есть он был в обычной мастерке, в футболке какой-то, ничего не дали. Было 13 человек, первую еду они получили на пятый день. На 13 человек воду давали, 5 литров воды на 13 человек в сутки. Мы применяли методы физического воздействия, у нас это все зафиксировано. То есть мы дошли до того, что зафиксировали официально, что русские пытают детей. По поводу освобождения украинских детей, которых незаконно Россия вывозит на свою территорию или на временно оккупированную территорию, ну скорее всего то, что мы знаем на территории России, это тысячи украинских детей. Что вы можете, что позволительно сейчас сказать по поводу освобождения, возвращения детей? Насколько это активно происходит, насколько реалистично их найти в принципе? Мы тут двигаемся двумя путями. Первый путь – это путь верификации детей, то есть о каком количестве ему идет речь. На данный момент мы запустили онлайн-платформу «Диты Вины». Официальный сайт, там публикуется самая актуальная информация, сколько детей принудительно вывезено, депортировано на территорию Российской Федерации. Для нас очень важно, что ребенок, когда мы его верифицируем, то есть мы понимаем, откуда этот наш ребенок, где он находится на территории Российской Федерации, в каком статусе, и возможно ли в ближайшее время его каким-то образом вернуть. Я могу только анализировать, что за нашими данными детей очень много, это десятки тысяч. Верифицировано на данный момент чуть больше 13 тысяч детей. Возвращено на данный момент больше 120 детей. Каждый возврат ребенка – это отдельная спецоперация. Когда ребенку, например, без документов, мы каким-то образом на территорию Российской Федерации передаем документы. Находим людей, которые готовы сопроводить ребенка до какой-то из границ. Потом, чтобы ребенок перешел. Нам очень важно, чтобы ребенок покинул территорию Российской Федерации и покинул территорию Беларуси. Дальше уже где-то наши сотрудники подхватывают, помогают Министерство иностранных дел, и мы возвращаем детей в Украину. По поводу ситуации в Крыму, вот была информация не так давно о том, что и туда завозят со временно оккупированных территорий украинцев, из Крыма, тех, кого судили временно оккупационные власти, в оккупированном Крыму вывозят на территорию России. Они делают, как вы говорите, для того, чтобы мы с ними в принципе потеряли связь. Да, потеряли связь, и они, на мой взгляд, уже готовятся к тому, что Крым будет возвращен в состав Украины. И мы к этому готовимся. Я всегда подчеркиваю, что эта война может закончиться окончательно при выполнении ключевых двух условий. Первое условие – это возврат всех территорий. Вообще всех. Крым нельзя вынести за скобки, как бы там, кто не говорил, наши там партнеры, я когда слышу от них о том, что да, вот территория Украины – это все понятно, но вот Крым, как бы, за скобки. Нету никаких скобок. Мы не обязаны ничего наступать. Крым – это территория Украины. Мы должны выйти на признанные границы нашего государства 1991 года. Точка. За это неоднократно проголосовала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. И второе условие – что после этого, в достаточно короткий период, Украина получила гарантии военного характера от наших международных партнеров. Международный трибунал под эгидой ООН нужен, возможен или международного криминального суда достаточно? Нужен. Мы над этим работаем. Международного криминального суда, на мой взгляд, недостаточно. Мы должны работать над тем, чтобы был создан отдельный трибунал по осуждению высшего военного политического руководства Российской Федерации. Это очень непопулярная тема, могу так сказать. Она кому-то очень не нравится. Как и, например, исключить Российскую Федерацию из Рады Безопасности ООН. Но это надо делать. Проблема, опять же, нынешнего миропорядка в том, что после Второй Мировой Войны была создана ООН как организация, которая способна очень быстро реагировать на агрессию в мире, чтобы она не выросла до масштабов Третьей Мировой Войны. ООН не справилась с своей работой. Агрессия началась. И она началась не в Украине и не в 2014 году. Она началась в далеком 1992 году, когда отдельное независимое государство Российской Федерации забрало часть территории другого независимого государства Молдовы и создало а-ля Приднестровье. Тогда Россия искала свой путь. После распада Советского Союза Россия искала свое место. И она хотела показать, что она будет делать дальше. Она это сделала, показала, проявила агрессию. Как отреагировали международные институты, которые должны были на это отреагировать. Я вам скажу как. Они глубоко занепокоились. Слова поддержки, закончившиеся только словами. Россия поняла, я могу делать дальше. Потом была Чечня, потом была Грузия и потом была Украина. Сначала был Крым, 2014 год. После того, как опять же Путин посмотрел, что никто не хочет реагировать другими методами поддержки Украины, кроме слов, он пошел дальше. Начался Донбасс. Если бы в свое время ООН сработала на 100%, ради чего его создавали, этого бы не было. К сожалению, для всех нас мы стоим на пороге. Это очень, опять же, второе, непопулярное, наверное, тезис, который я говорю. Если вы не начнете меняться, я имею в виду и ООН, и Международный комитет Красного Креста, и другие международные институции. Если вы не поймете, что на агрессию надо реагировать, первое, быстро. Второе, конкретными вещами. Помогать надо стране, которая стала жертвой агрессии. Помогать надо военной помощью, финансовой, гуманитарной, политической, дипломатической. Это надо делать быстро, практически мгновенно. Если вы этого не будете делать, вы получите Третью мировую. Кто знает, возможно, Третья мировая началась 24 февраля 2022 года. Потому что, с одной стороны, есть страны, которые помогают нам, с другой стороны, есть страны, которые в открытую помогают Российской Федерации. Что это, как не помощь в проведении военной кампании? Сейчас мир настолько глобализирован, что не обязательно давать свои войска. Ты можешь помогать тем, что ты продаешь свои дроны, как это делает Иран. Ведешь переговоры по ракетам, как это делает Иран. Покупаешь нефть, газ, как это делает Китай. И таким образом помогаешь обойти санкции, как это делают многие другие государства. Помогая России продолжать эту войну против Украины. Дмитрий, я нам желаю, чтобы в конце следующего, 2023 года, мы с вами говорили о том, что это Третья мировая, как вы говорите, так и не развязалась в полной мере. О том, как Россия будет выплачивать нам репарации. Как мир будет судить всех российских преступников за преступления в Украине. Как в Украину вернутся украинские дети и все военнопленные. Спасибо вам огромное.